Значит, опять возвращаемся к проблеме, очень остро-философской, которая называется проблема тепловой обеспеченности города Тверь. Почему я к ней возвращаюсь? Потому что там произошли драматические события после выбора нового губернатора и дня единого голосования в результате руководство Тверской генерации было посажено, то есть Ян Горелов и Горохов Тверской генерации. Как ни странно, наш семинар приложил к этому значительно большую информационную руку. Приложил каким способом? Потому что у нас доклад Жени Берсенева, посвященный грядущей тогдашней двухлетней давности доклад, грядущей катастрофе о снабжении от Твери, он собрал только на нашем канале порядка 11 тысяч просмотров на сегодняшний день. А с другой стороны, он многократно копировался на другие каналы, в том числе ВКонтакте, и ссылок на него было много. Когда были год назад многочисленные разрывы в Твери, то его очень активно смотреть, бывало по 700 раз в день, и размещали на него ссылку. Таким образом, доля нашей вины в посадке Яна Горелова с аккомпаниями, безусловно, есть. И доля нашей вины, она существует и в том, что мы являлись одним из источников той истерии, которая сложилась вокруг системы теплоснабжения целого 400-тысячного города. Все-таки у нас как бы средства массовой информации, хотя и не очень популярны. Поэтому сейчас... Наверное, не какое-то видео является причиной, а все-таки, наверное, объективность... Общая ситуация, общая ситуация. Значит, поэтому я об этом хочу рассказать. Я специально, я, то есть человек, который был в Твери 4 раза проездом, и один раз ночевал одну ночь в возрасте 6 лет, да, сейчас я постараюсь господам из администрации президента и лично господину Рудене, новому губернатору Твери, рассказать, как устроена система теплоснабжения Твери и что нужно в ближайшее время сделать, чтобы избежать какого-то рода, значит, неприятностей. Первое, что я хочу заметить, что на самом деле, чтобы там не говорил Женя Берсиня в прошлом докладе, в системе Твери, по большому счету, ничего с технологической точки зрения не угрожает. По большому счету, ее может положить только крайне непрофессиональные и разрозненные действия различного рода руководства. Но, с другой стороны, и с технологической точки зрения положить Чернобыльскую ОС было очень сложно. Но ребята смогли. Особенно не прилагая усилий. Нет, они приложили больших усилий. То есть был целый набор неправильных решений различными людьми принятыми, которые ухитрились эту станцию положить. И точно так же сейчас можно предпринять небольшое количество определенного рода действия, что положить систему теплоснабжения Твери. Одна из этих ошибок – это немедленный арест Яна Горелова со товарищами, то есть руководителя Тверской генерации, и посадка его в тюрьму на два месяца. Это совершенно ни к чему. Я считаю, это неверно. И могу объяснить, почему. Сейчас я буду это объяснять. Значит, как устроена система теплоснабжения города Твери? По большому счету, там две крупных ТЭЦ, которые ее обеспечивают. Первая – это ТЭЦ номер три. Вот у нас я ее изобразил. Она работает на газе. Мимо нее недалеко проходит газопровод в Западную Европу. Вот он проходит, она работает на газе. Находится на надевом берегу. И снабжает отчасти и весь правый берег. Потом есть ТЭЦ-4, которая изначально строилась для работы на торфе. Но может работать сейчас на газе, на мазуке, но всем прочим. Есть ТЭЦ-1. Ее мощности тоже очень малы. Еще и некая южная котельная. Но она важна тем, что в ней существует система повысительных насосов. Каждая из ТЭЦ, она снабжает свой район города по прямой. Но она снабжает, ну все эти системы, она связана по обратке. По обратке там единая система. То есть вы знаете, теплоноситель, то есть вода идет вначале по прямой, а обратно возвращается на ТЭЦ, так называемая обратка. Нет температура и давление соответственным образом ниже. Поэтому вся система Твери представляет собой единую систему. И связанная она исключительно обраткой. Что здесь еще является таким особенностью? ТЭЦ-3 по сути находится за городом. Там есть большая площадка. И там существует так называемый бак-аккумулятор. Потому что мы в системах теплоноснабжения не можем использовать воду из реки Волга, или из реки Тверца, или из какой-либо еще другой. И попытка их использовать приведет к немедленному уничтожению всей системы. Почему? Потому что выпадут минеральные вещества, которые находятся там в форме солей и угольной кислоты. И у нас в трубах появится некое вещество по консистенции, очень похожее на мрамор. То есть трудно чем-то ее разбить. Оно будет, правда, изящного ржаватого цвета, из ржавчины. И в некоторых местах, особенно, на основании возможности ароматических соединений, будет образовываться, она будет изящно пахнуть. Ну, как угодно. Может быть, духами, может быть, тухлой рыбой, может быть, еще. Поэтому использовать ее нельзя. Вода должна быть специально водоподготовленная. Парадокс состоит, что бак-аккумулятор находится здесь, на ТЭЦ-3. 20 тысяч кубических метров. А главный бак-аккумулятор. А мощность водоподготовки основной находится на ТЭЦ-4. Значит, на ТЭЦ-4 это 1080 кубов в час. Достаточно много. Здесь 750 тысяч кубов в час. Здесь бак-аккумулятор 20. И здесь ТГК-2, бывший собственник Тверской всевозможной генерации. Она 2000 кубов здесь делала. Небольшой бак-аккумулятор существует. То есть вы видите нашу главную, одну из проблем, что мощности водоподготовки средоточены на правом берегу, а бак-аккумулятор на левом. Когда у нас происходит авария таким образом, то у нас происходит следующая рода вещь. У нас часть этого теплоносителя выливается, его надо пополнить запасы. И на самом деле в нормальной ситуации, в чем произошла ошибка Жени Берсеньева тогда, самая фундаментальная. Почему катастрофа в Твери не произошла, и, как я надеюсь, не произойдет. Потому что он неправильно ценил объем теплоносителя в Твери. То есть 250-300 тысяч тонн он говорил. Но я вот посчитал, и у меня получилось, ну, скорее всего, 20, а может быть еще меньше. То есть он ошибся на порядок. Это означает, что суммарные мощности водоподготовки могут восполнить у нас любую, даже вся вода вытащит, ну, за 10 часов. То есть у тебя дома не успеют остыть, не успеют разморозиться, и у тебя будет все хорошо. Но в чем здесь может быть состоять другая проблема? Здесь может состоять она... Поэтому, как бы говорю, что положить эту систему очень-очень сложно. То есть у тебя произошел любой разрыв, ты поживешь некоторое время без воды, но потом мощность водоподготовки эту воду продержит, она находится в баках-аккумуляторах, она протечет, ты заделаешь дырку, и все у тебя будет хорошо. Поэтому говорить, что система теплоснабжения Твери находится на грани какой-то катастрофы совершенно неверно. Более того, я утверждаю, что это общая ситуация. Я утверждаю, что ситуация в постоянных разрывах, поломах, авариях, всякое прочее, это не проблема инфраструктуры. Это проблема, это на самом деле нормальное состояние любой российской инфраструктуры, то есть советской. То есть, вы все хорошо, у кого были отечественные машины, даже восьмерки, да, восьмерки, девятки, все понимают, что это как бы во взязвом смысле конструктор. То есть она у тебя будет ежедневно задалбывать всевозможным родом мелкими поломками. То подъемник не работает, то кнопочка какая-то объявилась, то здесь включить, то что-то еще. И это тоже не проблема машины, это ее ситуация, это ее нормальное состояние. Вот она, нормальное состояние, в отличие от моего меня было. Это не заболевание, это нормальное состояние. Большое количество разрывов в реке, в системе теплоснабжения Твери, это ее нормальное состояние. То, что у тебя части районов остаются без тепла, это тоже нормально. Я сразу же обращаюсь к жителям микрорайона юности. Этой зимой, вот точно так же у вас по ночам будут отключать тепло. Почему это происходит? Микрорайон юности находится вот здесь. Вот он здесь. И им, если у них происходит массовый разрыв в городе, вот этот бак-аккумулятор надо пополнить. Пополнить. И чтобы его наверх туда забить, это же, по сути, водонапорная башня, да? Им приходится изменять гидравлические режимы. В результате полоситель до юности не доходит. До юности не доходит. И по ночам там отключают отопление. Им холодно. А здесь за ночь пополняют запасы подготовленной воды в бак-аккумуляторе. И после этого микрорайоны юности опять могут подключить. Вот такова, значит, ситуация. Но, еще раз. Никакая истерика не должна иметь места быть. Ничто Тверской системе, ничто не угрожает. Как ничто не угрожало, безусловно, хорошему реактору, который стоял на черновой стрессе. Так и здесь она тоже ничего не угрожает. Здесь только с совокупными действиями ряда администраторов можно ее в систему положить. Но почему Ян Горелов на самом деле, это герой Тверской генерации, а о нее проклятие, как некоторые думают? Потому что он в нынешнем плачевном ситуации совершенно не при чем. Значит, оказалось, оказалось, это выяснилось в самое последнее время, вот только этим летом, что когда ТГК-2 уходила из города, а это вот знаменитая Чубайсовская реформа, мы взяли, расчет разбили на ТГК и кому-то приватизировали. Это осталось в группе Синтез ТГК-2. Не ТГК, а генерирующие. ТГК, топливно. Ой, да. Генерирующие компании и сбытовые компании. Нет, ТГК-2. Вот они ей достались две. Она ее эксплуатировала, и стало понятно, что у них есть электростанции, которые выгодны, рентабельны, а есть, которые надо сбросить, которые нерентабельны. И вот Тверская генерация, она так и устроена. То есть, ее решили просто скинуть, сначала предложили ее за один рубль отдать городу. Но город, чиновники, депутаты посмотрели, сказали, нам такое состояние не надо. Тогда нашли некоторых людей, практически подставных, создали вот эту самую нынешнюю Тверскую генерацию, и все мы это дело скинули. Но что у них произошло? Произошло у них следующее. Оказывается, в самый последний период ТГК-2 существует очень важная дорога вдоль улицы Новоторгской. Там идет у нас обратка определенная. Там произошел разрыв. И они эту обратку перекрыли и похоронили ее. Вот. Что значит похоронили? А тем, что там вообще не потекла вода, и эта труба за две, раз воды там нет, за два года превратилась вообще в дырку. Я в этой фотке Жени Берсенева к файлу приложу, как они там происходят. То есть, люди, ТГК-2 могло осуществить ее ремонт стоимостью там 30-50 тысяч рублей. Она решила деньги сэкономить, все равно ей было уходить. И похоронила кусок в 920 метров. По всей видимости, никто об этом не знал. Ян Горелов узнал об этом, быть может, это одна из версий. Самое последнее время, поэтому и начал свой безнадежный ремонт. Вот сейчас ТВЕР стоит, все перекопаны. Потому что у них это было. Тогда у нас оказывается следующая вещь. У нас... 920 метров... 500 теплотрассы, да. Да, и вся ТВЕР перекопана. У вас как-то эти два утверждения не стыкутся. Ну, в остальных местах тоже они начали копать. Вообще 920 метров это довольно много. Да, особенно если это центральная улица самая, в самом центре, где троллейбусная линия есть и так далее, и так далее. Значит, я рассказываю. В чем здесь проблема? У вас есть снабжение через реку происходит, через дюкер, через трубу под водой на 20 метрах. Не отругая труба положена с теплоносителем. Через старый мост, через новый мост. И вот старый мост, его как бы оказывается, что мы же говорим, что у нас подготовленный теплоноситель. То есть вода в одном месте, и мощности тоже опять в одном месте, а мощности здесь в другом месте. Поэтому очень важно, чтобы подсистема не разрывалась. Потому что она разовьется, и у тебя здесь, например, на правом берегу не станет никакого теплоносителя. Он-то у тебя везде, везде, везде там, везде там. Вот. То есть сегодняшний день эта связь разорвана по старому мосту, и она осуществляется только по-новому и по дюкеру. Почему? Потому что если обратка будет разорванная, то они же объединены по обратке, а по теплоносителю-то они разъединены. Тепло-то не давать будут. Нет, все равно в обратку попадается. У тебя теплоноситель... Нет, если они порвут, если они будут разорваны по обратке... Если у тебя где-то проходит авария, они разорваны по обратке, то у тебя там вытекает теплоноситель. Ну, понятно. Сейчас как это делается? У тебя по обратке этот теплоноситель без бака аккумулятора с ТС-3 тебе прилика, приплывает. Понятно. Вот. А ты его взял, разорвал его, этот берег. Вот эти бак аккумулятора взять негде. Хорошо, что ТГК-2 построила здесь бак аккумулятора, увеличила до 2000. Но это очень немного, это хороший разлив, и все, теплоноситель вытек. Но я говорю, что пойдет авария, самое главное, не надо ничего бояться. Люди будут писать письма, выступать в интернете, говорить, дайте нам тепло. Самое главное, ни в коем случае, не начать активный подмес неподготовленной воды. Лучше они уж посидят и день без тепла хоть как-то, чем неподготовленную воду туда начать. Нет, ну, наверное, все-таки те специалисты, которые эксплуатируют это оборудование, понимают, что это действие является... Те специалисты понимали, что разрывать здесь по обратке, на Новоторговской улице, 920 метров, хоронить было нельзя. Тем не менее, они пошли и скрыли это дело от начальства. И когда у тебя произошла пересменка, то есть сменились собственники, они получили полностью 920 метров уничтоженной трубы. И у тебя ситуация стала критической. Почему это опасно? Потому что никто об этом не знал. Может быть, до последнего случая Даяна Горелого и всех прочих. Кто знает, может, ее на другом мосту тоже нет. Она тоже ликвидирована. Быть может, и тогда, когда Горелов начал какие-то вот эти работы, они находятся в аварийном состоянии. И что у тебя, по факту, у тебя две части города, быть может, они, может быть, даже и разорваны. Этого мы не знаем. То есть их посадили для того, чтобы они не раскопали то, что натворили предыдущее? Появится, да. Появится, значит, когда первый снежок. Мы здесь, в философском штурме, будем знать, что у нас работает, что не работает. Потому что первый снежок, там, где работает, оттает, а там, где не работает, оттает электропередача, там будет снежок. И мы поймем, есть ли связь или нету таким образом. Вот. Значит, Ян Горелов и компания оказались в очень тяжелой ситуации. Во-первых, ТВК-2, это ее общая особенность, раньше она создавала долги перед Газпромом, перед поставщиками Газа, потом банкротило это юридическое лицо, и вот этот многомиллиардный долг растворялся. И Межрегион Газ тоже подал иск Тверской генерации, и счет ее был заморожен на все эти работы. В том числе город раскопали, а денег на трубы, на оплату подрядчиков нет. Вот. Вторая, это значит, ситуация. Саботаж городских чиновников. Вот в Новоторгской, всех остальных местах, там проходит троллейбусная линия. Троллейбусные движения надо прекращать, иначе восстановить вот эти движения в районе Радищева и Новоторгской невозможно. Но ее, оно не было прекращено, и работы эти были не завершены. Входят в зиму, везде канавы. То девочка недавно сварилась, она выжила, но находится на искусственном вентиляции легких. То человек зимой решил искупаться, не сварился полностью, умер. И вот так далее. За это они как бы и посажены, что не выполнили регламент этой подготовки. Но их, понятно, что они какие-то работы начали действовать. В отличие от ТГК-2, которая просто эксплуатировала эту инфраструктуру на убой, собираясь потом обанкротить юридическое лицо и уйти. То они это пытались сделать. То есть они гидроизоляцию, как говорят специалисты впервые в истории Твери, туда кладут, например, на бетонный короб и так далее. Вот это всякие такие вещи делают. То есть они эти интересные вещи всевозможные пытаются осуществить. Вот это самая ситуация у нас сложилась. Сейчас говорят, что, боже мой, у нас, поскольку все перекопано, труб нету, отопления зимой не будет. Так оно будет. Почему? Потому что там стоит байпас. Вместо 400-метровой трубы там стоит 219-миллиметровая труба. Ну, отводы специальные, временные. Ну, пришлось посчитать. Я посчитал, что на правильном гидравлическом режиме, те районы, которые там существуют, на нормальном гидравлическом режиме, вот этой 219-миллиметровой трубой будет вполне успешно запитана. Там не так много народу живет. Поэтому там будет и горячая вода, нет, 219 такая, небольшая. Там будет и горячая вода, и отопление. Вот это надо понимать. Какая зума? 215-миллиметров? 219. А, 219. 219-миллиметровой трубой? Нет, очень нормально. То есть при нормальном режиме все очень, там может быть все хорошо. Поэтому ожидать какой-то катастрофы, что не будет тепла, не следует. То, что действительно у некоторых нет горячей воды, это по всей видимости объясняется какими-то другими причинами, а не тем, что у нас там все разрыто и перекопано. Ну, разумеется, подрядчикам... А байпас сделал что, наземный? Да, 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 да. То есть это кто-то... Ну, вот как у нас на проспекте ветеранов, когда был ремонт, и вот здесь просто трубу выкладывали. То есть предыдущие положили... Нет, это когда Тверская генерация решила сделать свой массовый ремонт по всему городу, перекопать город, они установили байпасы вот эти. И в результате там должна быть и горячая вода, но при нормальном, при соблюдении этого режима. И всякое, 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 всякое прочее. То есть сейчас проблема... То есть по всей видимости, эту зиму ничего восстановить не удастся. То есть город как войдет в зиму закапанным, так он и будет. Почему самое главное? Потому что нет компенсаторов, в первую очередь, на участках. Компенсаторы это устройства, которые борются с тепловым расширением труб. То есть их нет, то труба выходит из труб. То есть эти компенсаторы, как вот Евгений Берсинев рассказал, что их просто надо через какой-то период там менять? Нет, их просто демонтировали, их демонтировали. Но их не заказали, потому что говорят, что у них существует предоплата за один месяц. Поскольку денег нет, и компенсаторов этих тоже нет. Трубы есть? Нет, но они изначально при начале строительства, проектирования, они все были, а в результате эксплуатации их вот постепенно изъяли. Так я понимаю? Ну вот сейчас их просто все в эти участки демонтированы. Вместо них ставлены байпасы вот эти. Там нет ни чего, ни труб. Трубы рядом лежат, то есть трубы завезли. Судя по всему, на них денег дал город или областное правительство. Трубы завезли, а компенсаторов пока нет. Поэтому тверка, город, она войдет в эту штуку. Будет очень интересно меня посмотреть, если грудят товарищей, толпа товарищей, которые там существуют, они эту систему все-таки положат. Но я говорю, что чиновническое место было невозможно положить, положили. Нет, ну, глупость человеческая, безграничная. Да, положат. И самое главное, избежать всяческим образом всевозможного рода истерики. Ну, нужен некий регламент, мы полагаем. Регламент состоит в том, что город надо будет спасать, быть может, действительно, глупость зайдет так далеко, что у нас правый берег окажется отрезанным. И здесь, ну, начислено, допустим, большое количество отрывов, разрывов. Да, разрывов. И тогда нам надо будет предпринять определенного рода важные вещи. Нам потребуется вот эту связь разорвать. Понятно, чему это грозит. Тем, что у тебя будет заморожен правый берег, но левый тогда останется нетронутым. Вот к этому надо быть готовым. Ни один из руководителей... Да, туда, 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 это тот самый, как попадает. Туда? Подготовленная вода. Там есть мощность подготовки 750 тысяч кубов. И этот, и баг-аккумулятор. Это не могут автономно совершенствовать. Да, да, да. И он нормальный. Это совет совет Тверчан, переезжайте к ТЭЦ-3. Ну, там больше всего разрыв был прошлой зимой, потому что там берег, ну, хуже. Там он берег заливается, заволачивается. И там, ну, поэтому там трубы в худшем состоянии находятся, чем в среднем погоне. Я чего хочу заметить. Вот номинальная мощность ТЭЦ-3, вот этой самой мощности, она составляет 540 гигакалорий час. А вот ТЭЦ-4, вот эта, 620 гигакалорий час. Ну, спрашиваются в задаче, какова их реальная тепловая мощность. Вот здесь еще вырабатывается электроэнергия. Вот она, 450 мегаватт. А здесь ее всего 80 мегаватт. То есть это, по сути, котлы. То есть нет, здесь мало генерирующих мощностей. Это котлы, то есть достаточно нерентабельные. Изначально она создавалась под работу на ТОФе. Поэтому какова ее номинальная мощность теплотворная, это непонятно. А это вообще крохотная, вы не поверите, здесь всего 18 мегаватт электрической мощности. Вот. И, значит, и 180 гигакалорий час тепловой мощности. Так электричество, вырабатывается электричество? Да. А чем? Ну, чем-то, значит, есть там турбина какая-то. Да, наверное, есть какая-то турбина. Я просто-просто говорю. Так что это вот, в основном, по сути, вот эти две, они по сути котельные. Потом это работает непонятно на чем. Поэтому ее номинальные мощности велики. А с того, что может работать на реальном топливе, то есть на газе, они, наверное, просто ничтожны. То есть это в основном ТОФ, мазут и еще чего-то. Вот. Таков расклад. Я еще раз говорю, что не нужна истерика. Да, состояние постоянных разрывов воды, отсутствия тепла в домах жильцов на несколько дней. Это нормальное состояние советской инфраструктуры. Этого не надо бояться. Это надо признавать как данность. Ну, видите, Советский Союз распался 25 лет тому назад. Ну, они вот... И поэтому говорить нормальное состояние советской инфраструктуры... Ну, здесь вся инфраструктура советская. Некорректно. Здесь залатанная, перелатанная инфраструктура советская. Самое поразительное, что при минимальном ремонте она может еще существовать десятилетиями. Вот я Сергею Чернышеву, это бывшему научному руководителю Яны Горелову, послал в свое время, когда начинали только ремонт с подачи Женя Берсеньева, простую идею, простую идею, которую они наконец начали осуществлять. Поменять прямую и обратку местами, крест-накрест. Почему это связано? Вот у нас есть труба, прямая и обратка. Вот у вас прямая, она температурные колебания испытывает гораздо больше, чем обратка. Вот температура выше. И она находится в худшем состоянии, чем обратка. И для того, чтобы 5 лет сохранить, и крест-накрест перекрывают в каком-то месте, и в результате более горячей на посреди, то есть прямая, и счет по бывшей обратке. И мы выигрываем такие 4-5 лет еще дополнительно. За это время Рудень уходит благополучно в отставку, и все живут долго и счастливо. Ну вот. Такова вот эта ситуация. И они сейчас это осуществляют. То есть вот эта как бы идея, она предлагалась еще в мае месяце, но она сейчас дошла только вот сейчас, судя по всему. Ну, может, сами догадались. Потому что такие вещи раньше в Твере делали. И говорю, что запас очень большой, запас по мощности очень большой, запас по водоподготовке очень большой, запас по бакам-аккумуляторам большой. Всего это существует. Все это позволяет со скрипом, со скрежетом зубовным благополучно пережить эту следующую зиму. Если не делать всякие глупости, например, совершенно ни за что, ни про что бедных несчастных руководителей Тверской генерации посадить в тюрьму на 2 месяца. И как... Кто-то не должен отвечать? Ну, да, да. Что за террор? Они пришли на безнадежную работу. Их эксплуатировала ТГК-2, их эксплуатировала на убой эту самую систему. Они вкладывали никаких денег в ее развитие и что-либо еще. Но почему они пришли это и пытались эту ситуацию каким-то образом исправить. Так у них еще и счета арестовали за долги. Межрегион ГАЗ у них арестовал. И вот они в этом оказались. Безусловно, что-то раскапывается, денег нет, закопать. Туда падают девочки, мальчики. Они страдают. То есть их посадили за то, что... Их официально пострадали за непринятие средств безопасности аж от 2 января 2016 года. То есть сначала, когда именно на левом берегу были многочисленные разрывы. Что с ними там делать, будут непонятно. То есть новый губернатор прошел под зонтиком по раскопкам. Вот эти. На них посмотрел. И ушел. Потому что я помню, когда вот Женя Берсеньев рассказывал свой доклад. Конечно, меня тоже поразило, что генерирующие мощности огромные. Там суд такие, что и такое. А за трубами не следят. Но это получается отапливать улицу, выливать тепло. Да, да. Ее можно провести в очень простые действия по обустройству домового отопления. Где у нас потребление этого тепла еще может смыслиться примерно в 3 раза. А я что такое не понял. Ну, у них там так называемый открытый водоразбор, раз. Это, во-вторых, у них открытая система водоснабжения. То есть у них заходит в дом теплоноситель. Он, грубо говоря, смешивается здесь с обраткой путем простого обстройства. И потом проходит по всему дому и уходит в обратку. Представляете, да? То есть теплоноситель проходит как бы по дому. Это как бы очень неэффективно. Чрезвычайно. Его главная особенность состоит, что у нас возникает высокая температура обратки. Опять, обычно. Что тоже не очень хорошо. И ты... А если ты поставишь хороший бойлер, то есть ты будешь через теплообменник, у тебя будет замкнутый, вот как у нас в доме, у нас замкнутая система теплоснабжения. Приходит тепло стец, оно греет водяной бойлер. И этот водяной бойлер греет уже воду, которая циркулирует по нашим трубам. Так а куда эта вода вытекает? Наши никуда не вытекает. А та в обратку идет. Та в обратку. А в Тверине там... Теплообменник стоит. То есть теплообменник значительно охлаждает воду, да? Ну, охлаждает, да. Приходят, приходят. Нашу воду нагревает, а ту охлаждает. А здесь, а у них здесь все напрямую сделано. Открытая вода, разбор опять-таки у них разбирается, стивая вода. Ну, там, конечно, да. Когда он рассказывал, там, конечно, ужасный разбаланс. Можно простые вещи сделать. Вот мы были на конференции по электронике. Это, кто ее просто... Мучичи проводил. Фирма. Из Америки, которая производит всякие устройства. Точно про процессоры, микроконтроллер, Близ, всякие датчики. И вот на основании этого он говорит, что можно экономить 30-40% за счет просто учета, распределения, управления мощностями. Ну, в наши условия можно экономить 30-40%. Это счетчик-то он... Он меняет режим работы бойлера. Меняет режим работы бойлера в зависимости от температуры. И ситуация, так называемая, перетопа, типичная для Твери, она исчезает. Или недотопа. Ну, обычный перетопа, да. Она исчезает. Это тоже ненормально, если перетоп. Что значит, что на генерирующих станциях не знают, что идет перетоп, что ли? Знают. Но они вынуждены держать постоянную температуру теплоносителя. Для чего? Потому что как только они начинают ее температуру менять, где начинают рваться трубы. Поэтому они как ее зимой загрузили, вот она так и стоит у них. Это первое. Второе количество газа, которое они закупают у Газпро и у Межрегион Газа, оно сфиксировано. Если вы недоиспользовали, то вам штраф. Штраф. И переиспользовали штраф. Вы это имеете в виду, да? Ну, да. За переиспользование-то нет, там просто докупаете. А за то, что недоиспользовали, вам штраф. Да, хочу еще заметить еще другую ситуацию. Все время повышали, повышали, повышали стоимость тепла для населения. И повысили такое уже ситуацию на сегодняшний день по всей России, что выгоднее иметь автономную котельную в доме. Или у себя. У современной автономной котельной. У себя. Хотя должно быть все наоборот, потому что гораздо выгоднее не одно тепло вырабатывать, вырабатывать тепло и электричество. Вот сейчас температура уже настолько высока. И ситуация уже, называется этот процесс котенизации, она настолько критична, что еще небольшое повышение цен, народ массово будет переходить на эти самые котельные. И вся система теплоснабжения в Твери и в Петербург будет недособирать денег. То есть будет странная ситуация. Ты повысил цену, надеясь, а денег ты не собираешь. Вот у нас балтийская жемчужина, здесь можно пойти, Женя мне показывала, у них торчат сверху глушители у котельных. То есть они ставят автономные котельные на дом уже, в самом начале. Несмотря на то, что здесь построили новый ТЭЦ, надеясь, на балтийскую жемчужину. Это вот на Доблести, да? Да, да. Там построили новый ТЭЦ. Вот этот красивый мост, который знаменит тем, что он находится в 10 метрах от моста Ахмата Кадырова, на всю страну. Вот этот мост вантовый, по нему идет теплоцентраль. А балтийская жемчужина... Так по вантовому мосту идет? Его назвали Кадыровским? Нет, соседние назвали Кадыровским. Вот, знаменитый на всю страну. К нему идет, а там гадкие застройщики посчитали, посчитали и начали ставить ТЭЦ. И действительно, стоимость гигакалорий, я посчитал, стоимость топлива, то есть сжигания газа, это примерно одна треть. Хвала, господи, девальвации. Потому что, если бы девальвация не произошла, то выгоднее было бы и топить палетами уже. То есть с этими хлопьями, деревянными опилками сушенными. Газ в Российской Федерации поставляется в рублевом... Цена на палеты, поскольку это экспортный товар, она зависит, она валютная. Цена на них резко выросла, закупка. А кто палетами топит? Ну, есть кто топит, я рассказываю. Что если бы девальвация не прошла, то выгоднее было топить палетами. А она, поскольку прошла, и палеты выросли в два раза в цене, то стало им не совсем выгоднее. Автономные, очень много автономных теплостанций, которые на палетах. Да, да. Так, а что тогда, я не совсем понимаю, а что, вот тот же самый газовый баллон привезти, это что, выгоднее вот эти палеты, что ли, эти ракинки возить? Это же... Сейчас нет. Нет, ну, говорю, вообще... Сейчас, вот у тебя есть ситуация, сидишь, ты можешь покупать тепло на ТЭЦ, на ТЭЦ. У тебя там будет стоимость гигакалорий газа, одна треть приблизительно, а все остальное, это будет там, что-то еще. Доставка, бухгалтер на ТЭЦ, там еще чего-то, ну, будет там, налоги, вот. По палетам ситуация такова, что у тебя стоимость самого топлива на сегодняшний день, она чуть выше стоимость гигакалорий в этой сделанной. Но это благодаря девальвации. Если бы нет, если бы этого не было, то тебе проще было бы, чем подключаться к центральному теплоснабжению, поставить себе автономную котельную автоматическую, работающую на палетах просто. Она была бы, было бы, это выгоднее, дешевле. Ты пришел, мешок туда загрузил. Ну, не дешевле, скажем, но сейчас гигакалория, это самое дешевое, но сравнимые какие-то там. Да, нет, это просто стало конкурентоспособным. Пока он сейчас вот не конкурентоспособный. Сейчас, да, если он импортный, то да. Палет, вот этот палет, он не импортный, в смысле цена на него выросла. И он, там гигакалория, полученная на хлопьях вот этих деревянных, она пока не конкурентоспособна с этой стоимостью. С другой стороны, подождите тогда, если вы уже упоминаете девальвацию, палеты же тоже же изготавливаются на территории Российской Федерации, а не по Италии. Они экспортный товар. То есть, если тебе, вот тебе цена на него выросла в два раза, да, то тебе выгоднее его вырос сразу же. Не на внутреннем рынке продавать, а отправлять на экспорт. Мегаваттные мощности в Британии существуют, которые работают, видите, на палетах из Южной Америки. Вот исключительно. Это для них выгоднее получается. Целые котельные. Это есть везде, во всем мире, исключением данных, здесь автономные котельные. Но, по сути, с технологической точки зрения, вот эта ситуация ТЭЦ, когда у тебя одновременно вырабатывается электричество, вырабатывается тепло, она выгоднее. Но путем своей тарифной политики безумной довели к такой ситуации, что сейчас идет активно по всей стране так называемая котельнизация. То есть народ переходит на менее, казалось бы, технологические вещи, но из-за тарифной прибытики более выгодные, то есть на котельные переходит. Идет котельнизация страны. В результате объем тепла, продаваемым теплостанциями, он уже падает. А у них проблемы еще с разбытым электроэнергией. Почему? Потому что у нас, например, атомные электростанции, они защищены, то есть они имеют приоритет. Они могут продать свое тепло, потому что не хочется маневрировать реактором. А здесь у тебя то густо, то пусто. И вот эта теплогенерация, особенно связанная с ТЭЦ, то есть она дорогая, она оказывается в ситуации пасынка. Мы же знаем, что раньше нам Анатолий Чубайс рассказывал про свой знаменитый крест Чубайса, что в экономике растет электроэнергии не хватает. Сейчас прямо наоборот. Сейчас у нас громадный избыток мощностей электрических в стране. Потому что помощность упала сильно, и она становится более эффективной, она от этого отказывается. Плюс электроэнергия стоит настолько дорого, что народ, где мог, где была возможность, свои автономные генерирующие мощности поставил. Где мог? Кто мог? Поставил. И в результате у нас громадное количество энергии электрической, по оценкам специалистов, порядка 15 гигаватт мощности, это очень много. То есть хороший реактор один, это гигаватт мощности. У нас не востребовано ей никак. Не девать некуда. Хорошо, что у нас есть наши небратья, которые нам позволили где-то гигаватт, полтора гигаватта мощности пристроить в Крым. Которые мы и так не знали, куда девать. Но это мало. Вот если бы Украина бы полностью уничтожила свою электрогенерацию, а не потребляя примерно 20 гигаватт, и всю электроэнергию покупала бы у нас, вот тогда было бы вообще прекрасно. Тогда у нас примерно сошелся бы баланс. Для этого надо полностью положить всю генерацию украинца, но это возможно. Но вы же понимаете, территорию населения Украины 40 миллионов, население Российской Федерации 140, и генерации сравнивают, конечно, то, что последние... Нет, это проблема не в стоимости. У нас Москва потребляет 20 гигаватт, а у них потребляет вся страна 20. Где? Украина. У них там это 15 или 20 гигаватт мощность атомных станций. Да, да, да. Так а кроме атомной станции составляет там... И сейчас это все практически 60-65% потребляемой мощности, это атомная. У них не хватает угля, у них не хватает газа, это очень дорого. Половина генерации... Всегда у нас, вот смотрите, у нас потребляемая максимальная мощность у нас порядка 150 гигаватт, а общая располагаемая мощность 250. Это считается много. Почему? Потому что проходят пики иногда, бывают. Вот так считается. И у них 15 это где-то лишние. То есть это мощности, которые девать некуда. Это означает, что вот эти ТЭЦ наиболее неэффективны. Они, оказывается, что тепло-то они продавать могут как-то, а электричество никуда не деть. Вот говорят, ТГК-2 настолько была несчастностная, зачморенная и маленькая, что ее все обижали. В результате она поставляла свою электричество исключительно на Северный Кавказ. Вы знаете, как на Северном Кавказе здесь находится дело с платежной дисциплиной. Вот, то есть она вот была такая вот обиженная, обиженная. Что там 99% голосуют? Да, обиженная была, в общем, Богом. Тем самым помазанником с предыдущего этого штука. Была обиженная. Вот у них возникла вот эта самая проблема. Это существенная вещь. А повышать тариф, ну пытаются решить за население. Давайте повысим тариф. А повышать тариф уже нельзя, потому что находишься уже на уровне котельного бума. Уже все у нас здесь в Петербурге, казалось бы, какое количество здесь больших генерирующих мощностей тепловых, они все становятся на автономные котельные в домах, потому что выгоднее. А по физике выгоднее ТЭЦ. Это вот как экономика побеждает физику. Да, но это как пример этого полковника Захарченко, да, у которого только наличными нашли 8 миллиардов этих долларов или евро, да? 8 миллиардов рублей, да. 8 миллиардов рублей. А, 8 миллиардов рублей, да? А первоначальная стоимость стадиона на Крестовском, там оценивают 6, что ли, миллиардов рублей, да? То есть это у нас что, полковники, значит, вообще могут такие стадионы строиться? Да, надо радоваться за наших ментов, за российских, потому что они могут сверху вниз смотреть на любого американского шерифа, безусловно. Я смотрел страшный боевик с Джетсоном Стетханом когда-то. Там речь кучу народа побивали из-за страшной коррупции в мэрии Нью-Йорка в объеме 30 миллионов долларов. Такая была интрига. Так, подойди, а что ты говорил сейчас это в Российской Федерации с генерирующими мощностями, что у нас это... У нас избыток генерирующих мощностей. И у нас, и на Украине. Но в Украине они их не могут использовать, потому что для них газ и уголь очень дорогие. И уголь из ЮАР, а газ из России или через Слова. Нет, у нас, подойди, давайте про одну страну, потому что как там живут классы в Африке. У нас это одна страна. Классы в Африке. Что Украина, что Россия. Вы живете еще 25-30 лет недавно. Что в Российской Федерации, что избыток разве стал? Да, да. Что у нас такое значительное... 15 гигов у нас избыток, да. Так это с каких пор пошло? Ну, прямо сейчас. Это Булат Нигматуллин, это такая статистика. Он бывший министром в Росатоме был. Это статистика на известном портале про Атом существует. А почему? Почему она возникла? Потому что когда у нас правила реформы РАОЕС, их обязывали создавать новые генерирующие мощности. Когда им отдавали, то есть они приватизировали кусочки РАОЕС, разбитые на ТГК. На Росгидро, на Росатом и всякое прочее. Вот, они их приватизировали. У них было инвестиционное правило. Те, которые по умнее, то есть частные предприниматели, их не выполнили. Отплынивали одни всяческим образом. А те, которые государственные и иностранцы, то есть ИОН, Газпром, они эти мощности построили. А неэффективные мощности эксплуатации, им запрещали выводить одновременно. То есть уменьшать эту штуку. Запрещали. А с 2008 года у нас экономический рост равен нулю. То есть уже 8-8 лет. Плюс эффективность экономики возросла, энергетическая. Она ее возросла, появились собственные генерирующие мощности. Экономики нет. А Крест-Шубайсов там... Что у тебя? Собственность там как-то вот так. Вот у тебя экономика растет, а потребление электроэнергии как бы падает. Вот Крест-Шубайсов. Оказалось, что фиг там. Она выросла, а вот экономика. Экономика не растет, она тоже тихонечко так стагнирует. А мощности они нарастили. В результате мы имеем большой избыток генерирующей мощности электрической в стране. Пытаемся Финляндию их продавать. Пытаемся в Китае продавать. Но все равно никому не нужны. Очень много. Возникла следующая проблема. Что такое концентрированная электроэнергия? Особенно гидро. Это алюминий. Потому что алюминий это электроэнергия. Оказалось, что и алюминий наш никому не нужен. И заводы закрываются, заводы стоят, продать ее сложно, цена высокая. И у нас проблема возникла, что у нас... И плюс еще на этой всей системе паразитируют Росатом. Которого особый тариф, особые отношения. Он всегда находит себе сбыт в любом своем количестве. Он пытается строить свои атомные электростанции, новые блоки, которые нафиг никому не нужны. Потому что стоимость киловатт часа очень высокая. Ну там в 3-4 раза выше установленной мощности, чем на современных газовых станциях. Он никому не нужен. И вот это возникло. Поэтому вот часто говорят, почему экономика не растет. В первую очередь не из-за каких-то там субъективных факторов. Чисто объективные. Вот это реформа РАО и ЕС. Вырос тариф. Тариф на подключение. На содержание дополнительной мощности, которые никому не нужны. То есть... Так подожди, ты что... Чупайзер с лифтами. Это... РАО и ЕС, ну или как? Сознан дополнительный мощность. Ну типа как у нас тест надо проводиться, да? Ну да. То есть там это и тепло, и электроэнергия, да? Да. И вы говорите, что вот таких вот генерирующих мощностей создано достаточное количество. Не обязательно тепловых, в основном электрические. Да. Создан. Ну я, по крайней мере, не слышал, что по статистике у нас был рост производства электроэнергии. И не происходит. Мощности созданы, а сбыта на них нет. А, в смысле, что установленные мощности... Да, установленные мощности 250 гигаватт, а потребляемые на максимум 155, по-моему. А мощности нету, то есть они не нужны. Хорошо, что далось... То есть в центре использования мощностей, значит, там место... Да, он очень низкий, не очень низкий. Хорошо, что, говорю, что не братья помогли с Крымом. То есть этим ребятам... Да нет, ну 2 миллиона это не криты, это... Да, это, конечно, это немного, но все равно ребята, которые взорвали линии электропередачи, то есть эти татары, мы можем присвоить неочеретное воинское звание. Я думаю. Да нет, но это... Ну это шутка, конечно. Конечно, этот гигаватт на фоне 250 погоды не делает вот этот гигаватт. Не делает это один блок. Гигаватт передать, это значит, сколько километров, значит, было линии электропередачи построено. Ну построили, построили. Так сколько это можно? Там вообще, благодаря осущенности к Олимпиаде, там у них все хорошо. На Северном Касразе, на юге России, там с передающими мощностями, очень хорошо все стоит. С подстанциями, там все замечательно. Они все новенькие, с иголочки. На самом деле такие разбалансы, что ли? Ну так она, вот, ситуация очень-очень плоха, очень плоха. То есть в Твери бояться нечего? Да, я еще раз повторяю, не нужна никакой паники. То есть только путем редких сочетаний некомпетентности дураков и уголовных дел можно положить в тепле и в теплооснабжение от Твери. Твер переземрует, как обычно. То есть с замораживанием отдельных домов, с холодами, микровенную юность будет мерзнуть. Но бояться ей по-большому нечего. То есть вот эта ситуация разрывов и аварии, это нормальное состояние любой системы теплооснабжения в Дубом городе. Вот мое предложение, как вот в этой ситуации, как вот экономисту, что действительно не надо хватать объятное и необъятное, то, что Вы сказали, что да, действительно, вот как они жили там с этими бесконечными поломками, так у них происходит. А надо действительно начинать по уму от той же вот самой вот этой ТЭС-4, значит, восстанавливать это, обновлять вот ближайшие трубы. Чтобы, по крайней мере, вот от ТЭС, вот ближайшие районы, значит, все становились нормальными трубами, трубами менять и все. Вот такой процесс, а не хвататься за какие-то избыточные генерации делать, значит. Да, вначале они все очень правильно делали. Они, например, когда ТЭС-4 пришли, они начали думать о литейке. Литейка потребляет много электроэнергии. Хотели специальный литейный завод сделать, то ли тонкого электроэнергии, то ли еще какого-то. Но это не сложилось. Но не сложилось, потому что промышленность не разбивается в Российской Федерации. Да, но вот это не сложилось каким-то образом. В результате один из акционеров, который там существовал, в конце прошлого года, в начале этого произошел так называемый рейдерский захват. А на самом деле просто-напросто один из собственников вот этой новой ТЭС-4 генерации просто-напросто получил ключи от счета и вывел свои деньги, свои собственные. Он их вывел, и ТЭС-4 генерация осталась без денег одного своего акционера, по всей видимости. Но это вот такая легенда, никто же не знает, что там рядом происходило в конце. Говорят, рейдерский захват, рейдерский захват. А просто человек спас свои деньги. Рейдерский захват.